Таран-таран, с вами Мери Ран и это Дайджест Кейпоп Новости. Буду сейчас вам рассказывать про трэш, который происходил на премии Хантел и кругом фотографии, скриншоты и видосы приблизительно одного плана. Есть у нас намеки на предстоящую деятельность Лукаса, или люди просто придумывают, или нет. Также Джей Хофф, который выпускает свой альбом, спешл. Несмотря на то, что служит в армии, об этом и кое-чем другом прямо сейчас с вами поподробнее полетели. Начну с мальчишек B2B. Вы помните, ранее мы с вами уже обсуждали, что четверка из этой команды, которая более-менее держится друг друга, подписала контракт с неким неназванным агентством. Сейчас уже появилось больше информации, потому что сообщается, что агентство было создано специально для них. Ну, как бы типа они создали для себя агентство. Но немножечко есть больше уточнений. Например, говорится, что компания смешанных развлечений D.O.D. специально создавала лейбл для этих мальчишек. Для каких? Напоминаю, Инг Ван, Мин Хёк, Хён Шик и Пы Ни Эль. Эта четверка у нас будет продвигаться теперь самостоятельно. Ранее уже была информация, что Чон Цо присоединился к Фэн Тэжу, и только Сон Джи остался под патронатом Кюб. Если кто-то вообще не в курсе, что это за ребята, да, это выходцы Кюб, и они были созданы непосредственно в той компании. Как мы можем видеть, B2B Company сохранила свое название группы B2B, а также логотип. О чем это нам говорит? О том, что, по всей видимости, переговоры с Кюб по поводу авторских прав торговой марки прошли успешно. Несмотря на то, что в статье говорится, что переговоры ведутся в данный момент, но я думаю, что если компания уже зарегистрирована на такое имя, то все будет оки-доки. Я хочу напомнить вам, получается, как будто бы теперь совсем несправедливую ситуацию, которая произошла с другими ребятами этой же компании, конкретно с Бистами, которые не смогли отвоевать, так сказать, или уболтать компанию и сохранить свое название Бист, поэтому позже редебютировали как хайлайт, да. Ну, собственно, пока что это все новости. Кстати, я видела уже, кто? Хён Шик выпустил трек, выпустил клип не так давно, буквально 4 дня назад. Так что уже существует даже канал, собственно, YouTube, где я это все дело накопала. Возможно, есть уже и другие социальные сети, я не перепроверяла, так что ребята полным ходом начинают снова как бы вливаться в свою творческую деятельность уже под крышей новой компании. Новости по Лукасу. Просто по крупицам все эти долгие годы мы собираем то там, то сям слухи, намеки и иногда достаточно громкие новости, например, что он присоединился к платформе для общения с фанатами от SM Entertainment, которые нам намекают на то, что компания, несмотря на то, что хиатус парня задержался, продолжает верить в то, что его все-таки можно вернуть на сцену, несмотря на тот скандал, в который он когда-то влип. И тот негатив, который на него сыпется до сих пор при каждом его упоминании, с другой стороны, крепкая поддержка со стороны фанатов и не будем кривить душой, как рэпер, как артист, как яркая харизматичная личность. Он по-прежнему привлекает к себе много внимания и, конечно же, мы его продолжаем ждать. Что, собственно, у нас происходит? Да то, что на просторах твиттера, экса, был обнаружен аккаунт вукаса новосозданный. И вроде бы, мало ли сколько всяких разных фан-аккаунтов, да и кто угодно может называться вукасом, но нет, после перестройки экса, то есть твиттера, да, эти синие галочки верификации стали просто коммерческой штучкой такой, а для реальной верификации используются теперь некие другие галочки и, собственно, там идут отсылки к определенным компаниям, которым принадлежат те самые верифицированные аккаунты. Это можно посмотреть на примере канала NCT, то есть у нас идет отсылка к SM Entertainment и вот появился канал вукаса, который верифицирован в непосредственной связи с SM Entertainment, поэтому многие думают, что в скором времени этого парня мы увидим сольно, я об этом не говорила, но, по-моему, на концерте Кибома, то есть Ки и Шайни, произошло некое взаимодействие Кибома, во-первых, со всеми остальными братьями по агентству, которые поддерживали его в зале, и также он приветствовал лукаса и поддержал его непосредственно со сцены, получается, как бы тоже подставляя ему плечо и публично заявляя, что этот парень от нас никуда не денется. Что касается еще одного опального парня уже на данный момент, это Ким Джиун из Zero Base One, группа, которая не так давно дебютировала, и нарвался на те самые разборы полетов, когда во время видеозвонка после его завершения вроде бы как он матерится, и непонятно в чью сторону, то ли просто, то ли в адрес фаната, с которым он разговаривал, то ли этого на самом деле не было, как заявила сразу же компания. Сейчас уже на данный момент диспатч провели расследование, они обратились к специалисту, который достаточно именованный, насколько я понимаю, он относится к суд медэкспертизе, у меня Даник еще много задал вопросов по этому поводу, а что он там делает? Но я напомню, что ранняя компания Wake One, то есть компания этой группы, говорила, что они будут обращаться к цифровой киберполиции, что-то такое, да, криминалистики, вот так это было. И вот диспатч, собственно, запросили такое расследование для того, чтобы проанализировать запись голоса, потому что видеоряд недоступен, но помимо этого анализ проводился также с камер видеонаблюдения, которые были установлены непосредственно в том месте, где производились звонки. Я не буду вдаваться во все эти подробности и рожевывать, потому что, по сути, здесь, несмотря на то, что публиковалось для пользователей, много технических всяких моментов, но свелись они к тому, что три части отдельные, которые можно выделить во время этого видео, во время аудио, есть, где он говорит спасибо, потом есть еще какой-то момент, и там, где идет непосредственно мат, несмотря на то, что там достаточно много схожего по звучанию, тем не менее тон голоса разный, и предполагается, что, возможно, тот самый мат был записан вообще звуком на другое устройство. Они однозначно, конечно, не говорят, что 100% нет, и 100% это вмонтировано, но все указывает именно на то, и таким образом преподносится сам вот этот вот анализ. Более того, момент, когда он говорит спасибо, я так понимаю, что он попал на камеры видеонаблюдения, и можно определить, что губы его шевелятся, а когда происходит сектор звучания B и C, по-моему, так, не видно его губы, потому что другой мемпер перекрывает обзор с собой, потому они говорят, что невозможно установить, что он действительно что-то произносил в это время, что его губы двигались и так далее. Более того, диспатч также обратились к сотруднику, который присутствовал там непосредственно, и он говорит или она, что, во-первых, я, конечно же, 100% не помню, что там происходило, но если бы он матюкнулся прям в кадре или вообще, да, во время этого всего мероприятия, я бы, наверное, как-то запомнила, поэтому я уверена, что ничего подобного он не произносил, потому что это не свойственно, и я бы об этом помнила. Во-вторых, и слева, и справа от него были другие мемберы, которые в то же время общались с другими фанатами, а мы прекрасно знаем, что зачастую голос можно слышать других мембров на видеосвязи, и даже если твоя связь прервалась, и ты думал, что звук уже не пишет, тебя могут слышать и там, и сям. Да и вообще, говорит, это было то мероприятие, при котором даже если бы он хотел матюкнуться, он бы этого не сделал. После этого Wake One, естественно, сразу же опубликовали свое официальное заявление, в котором так и сказали, что обратились к эксперту, была запись проанализирована, и выявлено, что голос был не его, и что, возможно, даже это было специально скомпрометировано, все дела, мы будем поддерживать нашего артиста, все как бы класс. Но, вы знаете, есть достаточно много в сети всяких разных статей по поводу того, что на смех подняли это заявление Wake One, хотя диспатч, как бы там ни было, какой бы ни была эта платформа, их расследованиям доверяют, потому что зачастую они, ну, как бы вытягивают наружу то, что остальным не удается, и потом это действительно подтверждается, то есть есть у них определенный свой авторитет. Но, несмотря на это все, знаете, как будто бы нарочито продолжают многие люди топить против Джиуна, и мы о нем сегодня еще поговорим, но, в принципе, этот сюжет можно, мне кажется, считать исчерпанным. Хантео Music Awards Будем что обсуждать? Да, конечно же, там было всяко-разно, про взаимодействие артистов, че там, кто как был одет, но по большей мере все сводится к трешаку, который произошел на этой премии. И прежде всего, самой популярной статьей, так сказать, обсуждением в интернете стал момент того, что кто-то, извиняюсь, обкакался во время этой премии из поклонников, из фанатов, и произошло это в зоне, в стоячей зоне, недалеко от места, где находились в ожидании айдолы. И этот запах, он стоял просто среди поклонников, среди айдолов, во всем этом помещении. Этот момент разбирался достаточно подробно. Официально было это подтверждено, потому что, когда вызвали охрану, охрана подошла, посветила фонариками и сказала, да, это правда какашки. Но люди говорят, вы знаете, что вообще, как бы, поэтому там такая толкучка была, там все было закрыто, и если тебя приспичило, прихватило живот, у тебя просто не было возможности куда-либо выйти. Были всякие разные дискуссии по поводу того, было это в штаны, или уже потом это, собственно, как. Нет, говорят, что были сняты штаны, и конкретно кто-то присел и сделал это, ну, потому что не в моготу было терпеть. Также ходили разговоры всякие разные, что этот поклонник, который навалял кучку, он опубликовал твит, в котором по поводу этого всего извинился, но потом это не подтвердилось, вроде бы как просто вместо него кто-то решил вот так поприкалываться. Ну, а, ребята, это не все, потому что это премия отличилась просто капец, ибо в средней зоне, в стоячей тоже, какой-то мальчик младшей школы, то есть совсем вот прям ребенок, он взял и пописал, вот просто взял и пописал, вот, ну, где он стоял. И после того, как люди, которые там находились, стали звать охрану и говорить, блин, а что нам теперь делать, тут лужа и тут воняет, охрана сказала, ну, блин, а уже ничего не сделаешь, раз, а, во-вторых, может, это даже к лучшему, не будете так толпиться. И поэтому можно представить, какая вонь там стояла. Потом ситуация там произошла с презервативами, они были обнаружены в мусорном баке, но дело в том, что достаточно много было упоминаний от разных лиц в интернете о том, что они были свидетели некого полового акта, прям стоя, прям в стоячей зоне, где-то там в каком-то месте, люди занимались сексом, это все происходило во время выступления Zero Ways One, и потом, собственно, нашли эти вот презервативы в баке, и люди негодуют, говорят, что вообще происходит. Это премия или это общественный туалет? Но это не единственное событие, и люди многие негодуют по поводу организации. Так, например, мальчишки AT из некоторых мемберы были вынуждены обратить внимание охраны на то, что происходит драка, что, знаете, своего рода получается, как бы, ну, это не их работа, этим должна заниматься охрана. Но прикол в чем? В том, что драка была, по всей видимости, не просто так, и есть люди, которые утверждают, что знают, в чем конкретно была проблема, в чем конфликт. Рассказываю, во время выступления Zero Ways One кто-то из фанатов, то есть все кричали, поддерживали, а кто-то из фанатов или антифанатов Джиуна устроил единичный пикет с требованиями выгнать его из группы. Ну, то есть уйди из группы, убирайся, сделай это, что-то вроде того, кричал фанат или не фанат, да, и в свою очередь защитники Zero Ways One сказали, а ну-ка иди сюда, и началась там потасовка. Говорят, что наваляли люлей тому, кто, собственно, выкрикивал той девушке, женщине, которая требовала отправить в отставку мембера группы Zero Ways One. Были разные другие упоминания, например, то, что девушка, по-моему, это была девушка, она мастер фан-сайта, делала снимки, что-то там произошло, упала на нее какая-то световая палка, и она потеряла сознание. Но говорится о том, что было ли это, и какие-либо доказательства в сети, фотографии или массовые упоминания, такого не было, об этом достаточно скромно, то там, то сям упоминали. И, ребята, я, честно говоря, в шоках, как одна премия. Мы думали, что с Бесу у нас ужасы закончились. Нет, ребята, Гандео в этом году выделились больше всех. Бирейн, он же Рейн, он же легенда кей-поп, он же продюсер из Седагуэ, а также блогер ведет свой YouTube канал, и у него там всякие разные шоу его, ну, типа, влоговых выходят, но не обязательно влоговых, короче. На Лунный Новый Год он выпустил видео, где собрался с командой, и они обсуждали стратегию развития этого канала в будущем. И он заговорил о том, что есть, как бы, хорошая идея отправиться в тур по Южной Корее, по провинциям, и заодно посмотреть, какие таланты молодые там существуют, для того, чтобы дать им возможность подать свой голос. Вот. Ну да. И сразу же тут в сети люди, как это услышали, вспомнили ему. И M.Black. Ребята, я до сих пор горю по M.Black. Я сохраняла себе их в клипчике, для того, чтобы монтировать это видео. И такая, боже, как можно было загубить такую шикарную группу? Я хочу сказать, что, да, если кто-то еще не понял, Рейн ее продюсировал, и дело в том, что она в начале была мощной, яркой, достаточно на ушах у всех. Да, они входили в топовых артистов кей-попа, а потом в какой-то момент просто взяли их, смыли в унитаз, по-другому никак не скажешь. И костяк там был, там каждый мембер был особенным, ярким, запоминающимся. Ладно, хорошо. Потом я не так давно уже упоминала, да и многие из вас все знают, прекрасно несчастную судьбу группы Сайфер, которая не так давно дебютировала, и которая не так давно также еще и распалась. При их именитом продюсере все равно из этого ничего хорошего не вышло, поэтому, когда он заговорил о молодых талантов, люди взбунтовались в сети и сказали, нет, Рейн, пожалуйста, не создавай никогда больше новых айдолов, не трогай таланты, оставь это, пусть этим занимаются другие. Что вы думаете по этому поводу, буду ваше мнение ждать в комментариях. Хочу прямо сейчас благодарить Айвенка, кто стал спонсором этого новостного выпуска, Ванильный Коть. Сообщение мне от тебя две недели до весны, было прислано шесть дней назад, уже меньше, уже неделя, вот, так что я просто как бы, да, это не Ванильный Коть, это я так опоздала, но, да, я чую уже весну, ребята, мне кажется, она так близко, как у вас, как в ваших городах, погодка и в ваших сердцах, самое главное, чувствуете ли вы уже приближение весны, Ванильный Коть, тебе спасибо большое за поддержку меня, канала и, да, таких напоминаний о том, что сприндэй наступит, ближайшее время, и что весна, она все равно придет, отправляю тебе вот такие вот небольшие сердечки, как я уже говорила ранее, несмотря на то, что они небольшие, в них вложена моя большая благодарность, и вот такая персональная, огромная саранхэ отправляется тоже тебе, а теперь возвращаемся к новостям. Теперь поговорим о мальчишках Бантан, Соньон, да, не густо так было в последних выпусках, что как бы нормально, ребята служат у нас в армии, тем не менее, в этом выпуске будет достаточно большой блок, уделен этим ребятам, и я все-таки, несмотря на то, что я только что сказала, хочу сделать акцент на том, что ребята очень активны, несмотря на свою воинскую службу, сами, и также компания продолжает нас баловать всяко-разно контентом, созданным заранее. И, во-первых, у нас вышла фотосессия Тэхёна, то есть Ви из BTS, с W Корея, знаете, такая персональная валентинка, как это называют в статьях, шикарнейшие фотографии с цветами, но мне не навеяли весну, я что-то, когда увидела про 14 февраля, не подумала, или с каких там еще датах празднуются в Южной Корее, но не столь важно. Дело в том, что, дело в том, что почему-то я об этом не подумала. Стиль boyfriend, как они сказали, у меня сассоциировался с весной, со свежестью, да, и я знаю, что у многих сейчас чуть снега лежат, у меня, блин, солнце светит, вы уже на улице, у меня прям весна, весна, ничего не знаю, хотя, может быть, будут еще заморозки. Поэтому я с удовольствием посмотрела эту фотосессию, вышли некоторые небольшие видео. Кстати, недавно Тэхёна объявился на Виверсе и сделал промежуточный отчет по поводу своего веса. Я напомню, что некоторое время назад он публиковал фотографию с весов, где было 63 с небольшим килограмма, что достаточно мало, и люди по этому поводу переживали, что он, ну, как бы, сильно похудел. Более того, перед тем, как зачисляться на воинскую службу, ребята проводили, да, этот весь совместный, даже не влог, а совместную такую посиделку, где Тэхёна поделился, что в данный момент времени он уже 62 килограмма весит, но планирует быть 84. Так, кажется, он сказал после того, как вернется из армии. Короче, мы с вами это уже обсуждали, чё, а поделился он промежуточными своими успехами. Сейчас загожу вам доченую цифру, которую он назвал. 72 килограмма с половиной. Я вернусь, написал он и отдал нам всем честь. Или кому? Ну, в каком смысле? Ай, блин, как звучит, да? Говорила я вам ранее, что многие сослуживцы делятся своими историями о том, как Тэхён активно там кушает, никогда не отказывается от добавки, а когда не предлагают, просит сам. Следующий парень, который побаловал нас контентом, это Чонгук, и который, я напомню, тоже служит в армии, если чё, они все сейчас служат в армии, чтоб я не повторяла каждый раз. Это коллаборация с Келвин Клайн, которая баловала нас и ранее, но в этот раз, мне кажется, градус еще стал выше, хотя, казалось бы, куда уже, да? Нет, вы посмотрите на эти шикарные видосы, шикарные фотки, я вам покажу, какие мне нравятся больше всего, во-первых, в капюшоне, а во-вторых, конечно же, та самая, вот эта вот, которая стала мемом, нужно ли мне говорить, что он заполонил весь твиттер, весь интернет, всякими разными прикольными эдитами от армии, и, честно говоря, пока смотрела, прям ржало-ржало, я не сижу в твиттере, я так часто вам говорю, что там обсуждают всем, нет, но когда обсуждают, это добирается в новости, и я вижу это в новостных заголовках. Также не отстает у нас и Нам Джун, но фотографии у нас из реальной жизни, кем были опубликованы, не знаю, и, возможно, неправильно, что они были так сделаны, но я очень рада была его видеть, и люди тоже преобалдели, когда увидели Нам Джуна в оркестре военном, и в той самой форме, и такие, а вот оно как получается. Нам Джуне у нас служит в военном оркестре, смотрим, собственно, и ощущаем, что парень не так далеко от нас сейчас, и мы можем хоть немножечко следить за его жизнью. И, конечно же, Джей Хоуп, который самый активный в данный момент, на мой взгляд, потому что, помимо всяких разных новостей от компаний хороших по поводу его творчества, он нас балует всякими разными плюшечками от себя лично, потому что, как вы знаете, наверное, 18-го числа у него был день рождения, и он его активно отмечал, и вот делился всякими разными фотографиями, мы можем видеть его с тортиком в военной форме. Собственно, это все так мило и сладко, но Big Hit Music поделились классными новостями о том, что в ближайшее время у него выйдет спешл-альбом, куда войдет как минимум шесть треков, а также выйдет документальный сериал. Ребята, там будет шесть серий, насколько я понимаю, две серии будут в неделю появляться по полуночи. Хоуп он the street и также альбом, который получил название Hope on the street WoW One. А, собственно, так же, как и сериал. Че, люди уже хвалят тот всякий разный комплектацию, ту комплектацию, которую они смогли заметить в качестве начинки в альбомах, три версии будет, альбом один, версии три, две вроде бы как основные, и одна еще там версия от Reversy, чуть-чуть она отличается от остальных. Не буду вам рассказывать, что там будут вложены, карточки, всяко-разные там тексты песен, плюс-минус, как обычно, но людям понравился, во-первых, дизайн, вот, да, того, как выглядит сам фотоматериал, да, но более того, понравилось оформление в целом, как он запакован и все остальное, и некоторые даже говорят, Big Hit Music, а нельзя, чтобы вот теперь у BTS тоже выходили альбомы вот так, в таком же качестве, хорошем. Ну, собственно, все, это пока что все новости на данный момент по мальчишкам BTS, в любом случае, я думаю, что сейчас гора будет всяких разных, потому что вот у нас, по крайней мере, камбэк G-Hoop с его отсутствием. Вы знаете, это достаточно странно, потому что, как вы знаете, в Южной Корее запрещено ребятам, которые служат в армии, как-либо работать и получать доход вообще где-либо, кроме как армейскую свою зарплату. но не думаю, что там какие-то были обходные пути, потому что контент, который снят заранее, он считается снятым заранее и заработанным заранее, да, вроде того. Но я что-то не припомню, чтобы во время воинской службы кто-то выпускал альбомы. Ну, бывали варианты, когда кто-то подготовил и ушел. Человек уже в армии, и тут альбом только выходит. Но тут уже сколько времени прошло, да, получается как бы, ну, класс. То есть мы даже не знали, что он должен был выйти, поэтому очень здорово. Мне кажется, в будущем очень многие ребята будут с запасом. Знаете, два камбэка, вот меня полтора года не будет, значит, я успею два раза вернуться. Мне кажется, это клевая тема. Тебя никто не успевает забыть, ты остаешься на слуху, но вкалывать перед службой, конечно, придется знатно. И напоследок поговорим про Чунина Кая из Эксо, а конкретно и сам Энтертеймент. Я напомню, что этот мальчик тоже служит в армии, и я очень жду его возвращения. Была статья о том, что он появился не так давно, ну как, уже давно, в кафе сестры своей, да, мы в принципе его видим то там, то сям, на фотографиях, на мероприятиях, где-то он светится, ну вот как бы, да, у него же выходные есть, и все дела. Но я об этом думаю, ну ладно, не скажу. И что вы думаете? Вот тот выпуск, в котором я это не рассказала, но думала, что можно. После этого очень активно от Эрича к новому канале стали появляться вопросы, а как там Кай? А почему про него не слышно? Че, вообще пропал? Переживаем, волнуемся. Мне приходилось вручную каждый раз писать, что да нет, говорят, он недавно был в кафе сестры, говорят, что настроение у него было спокойное, расслабленное, умиротворенное, хорошее, что выглядит он тоже прекрасно, все дела, так что не переживаем. Вот вернулась новостью по поводу его штанов. Неожиданно, да? Собственно, СМ Энтертеймент выпускают мерч с кусочками штанов Чонина, в которых он был во время своего сольного концерта. И что, очень спросом пользуются. Вы знаете, насколько кусков распилили? Одна тысяча сто тридцать. Вот мне интересно, почему такая цифра? Это был такой заказ? Или вот, ну как порезали, так и получилось, собственно. Сколько получилось, столько и продаем. Естественно, люди такие разделились, некоторые говорят, ну это как-то, ну, другие говорят, да нет, классно, и все. Что вы думаете? Я лично не знаю, не то, что я как-то против, да, окей, почему нет, но если бы это были какие-то нестиранные штаны, да, вот этот весь фетиш, ну это как бы, но мне было бы ближе, вот я бы, наверное, купила, если бы это, например, была куртка. Мои внутренние ощущения, мне даже сложно объяснить, почему так. Хотя Чонина, конечно же, ну я не знаю, штаны и штаны, а куртка это уже другое, куртка там, даже не футболка, вот если бы была джинсовка, куртка, в которой он выступал, вот чтобы как-то, знаете, чувствовать не только с Каем, а с конкретным событием, значимым в его жизни, которое происходило, вот как мотиватор, что ли, да, что все мечты осуществимы, вот такие заряженные вещички, вот что-то такое я бы себе хотела, возможно. Напишите, хотели ли бы вы, но естественно, на почве вот этих вот придумок SM Entertainment люди сказали, ой, че не придумки, подождите, им еще далеко до Лисумана, я напомню, что Лисуман создатель SM Entertainment, которого прогнали, он ранее придумывал еще более кринжовые штуки, так, например, артисты Хат, вы же помните, да, они сдавали кровь и волосы с разных частей тела, для того, чтобы, собственно, их ДНК можно было продавать в качестве мерча, но я сейчас вас буду успокаивать, все не так плохо, и никакие биологические частицы, эти кулоны, это были, кажется, кулоны, или какие-то украшения, не попали, потому что этот вот здесь, значит, багаж их анализов был обработан, воссоздали их ДНК, и вот непосредственно это уже было в качестве отпечатка, выкравировано, да, или, вот так сказать, отпечатано на металле, поэтому все там было в рамках приличия, но просто насколько идея, да, сама идея, и Люсуман постоянно делает такие штуки, и в этом, наверное, его фишка, хоть и какая-то, знаете, казалось бы, дуристика, но с другой стороны, это позволяет делать что-то, чего нет у остальных, вот ты придумал 10 кринжовых штук, одна зашла, вот, а остальные уже будут повторять, поэтому я считаю, что это достаточно прикольно, так что со штанами, что Нина, да и в принципе, были у нас ранее, всякие разные приколы, с одежками перепроданными, все дела, я ничего удивительного не вижу, если бы это была курточка, например, я бы прям себе хотела, что-нибудь такое, напишите, как вы, хотели ли бы вы, ну, во-первых, с Чонином себе, и с его штанами, какой-нибудь брелочек, или если у вас есть свой бясик, и вы бы себе хотели его кусок штанов, или кусок одежды, или ДНК, может быть так, ребят, на этом я закончу свой выпуск, спасибо большое, что посмотрели его до конца, я хочу напомнить вам, что я готовлюсь к выпуску своей книжки, и в ближайшее время будут новости, по поводу того, когда все случится, намек, спойлер, такой очень скоро, так что следите, пожалуйста, за обновлениями, скорее всего, в телеграме я сообщу об этом раньше, но на канале я тоже об этом, обязательно еще упомяну, хочу еще раз поблагодарить ванильного Котю за поддержку этого выпуска, а на этом пока что все, саран-саран, с вами была Реран, люблю вас, целую, пока-пока-пока,